Изощрять рассудок Нет, слуга покорный У меня он крохотный И я туда умчусь Где его не надо Где мысли — это форма Форма выражения Самых светлых чувств Где мыслитель чёрный Порождение кобры Настолько чужероден, что пискнул и в кусты Где пророк — улыбка Где мудрый — значит добрый Где любовь свободна От любой щиты Нет такого места Есть такое место Есть оно на свете, у моя звезда Вот только непонятно Вот только неизвестно Ушли ли мы оттуда Идём ли мы туда Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Столом работал Леонид Андреевич Завольнюк И у меня в руках настоящие рукописи мастера Моя поэзия проста, как кружка воды Моя философия легка, как глоток воздуха Самая ценность в жизни – это и есть жизнь Так говорил о себе, о своем творчестве Леонид Завольнюк Он не искал славы и не мелькал на экранах телевизоров Даже те, кто думают, что его не знают, все равно ошибаются Стоит лишь напомнить строчки из его песен И оказывается, что Завольнюк известен всем Сегодня мы вспомним строчки Леонида Андреевича И те, которые известны с детства И те, которые давно поет вся страна И даже те, которые известны лишь самым близким друзьям С кем? Вспомним Конечно же, со всеми с вами По-дружески, по-семейному А еще с супругой Леонида Андреевича Натальей Марковной Завольнюк Которая не была в Благовещенске полвека Знаете, дом Завольнюков Дом Завольнюков Как будто бы это дом Завольнюков Дом Завольнюков – это всегда гости Все, кто вспоминают о Завольнюках, как один говорят об этом И вот сегодня Наталья Марковна Преодолев тысячи километров Прилетела к нам Пойдем на кухню? Пойдем Пойдем Вы знаете, Наталья Марковна Я сейчас испытываю очень смешанные чувства Сложно сказать Это вы у нас в гостях Или мы здесь у вас в гостях Ты понимаешь, что я по природе своя хозяйка Поэтому я тебя принимаю в твоем доме Отлично А вообще, знаете, может быть мы все сегодня в гостях у Леонида Андреевича? Да, мы, наверное, в гостях у него О чем обычно говорили в доме Завольнюков? Читали стихи? Обязательно читали стихи Но говорили очень много о космосе О Бере Знаете, многие вспоминают, что Леонид Андреевич мог просто во время чаепития Взять, встать и выйти в свой кабинет А это если мещанский разговор Да? И даже если ему не нравятся гости Он даже мог не вернуться И все к этому привыкли И даже не обращали внимания Что он вообще ушел с конца А он же говорил, я иду работать Он вежливо уходил Он возвращался к гостям Когда вдруг слышал Что-то из своей комнаты Его интересующее А так не возвращался Давайте с вами представим Что между нами такая вот перегородка стенная И вот там в кабинете Все равно присутствует Леонид Андреевич Вместе с нами Ты знаешь что? Я каждую минуту чувствую, что он по мной А как вы думаете? Вот мне кажется, что Леонид Андреевич вот сидит там в кабинете И пишет очередные стихи А о чем? Конечно, о Благовещенске Конечно, Благовещенск присутствовал Потому что он тут же набирал телефон Благовещенска 416 Ага Это же год помните Конечно И говорил Марк, удалось, а не удалось У города хороший вкус Он не гигант Сказать по чести Но Каждый дом и каждый куст В нем удивительно на месте Давно подмеченный закон Здесь новой силой поражает Кто строит город над рекой Реке невольно подражает Страды ли зной и духота Зима ли грозно хмурит брови Он не изменен Крики-то Простор Покой И простота Всегда лежат В его основе Вы знаете Известная формула Завольнюка Где дом друзей Там Родина моя Там Родина моя Да Но, как известно Его призвали служить в армию Сюда на Дальний Восток Он служил в Среднебелой И еще солдатикам Забежав на почту Где-то на оборотной стороне бланка Написал первое стихотворение Когда он шел в школу В СЗУ И очень голодный Холодно А стихи пошли И правда забежал на почту И написал на телеграфном бланке Первые стихи Но он не знал, что это стихи Потому что он же до этого стихов не читал Он приехал Он уже писал стихи Он уже печатался И поставил стихи в издательство И в это время Приехал туда редактор новый Марк Гоффман из Киева Он приехал И разбирая стихи Увидел Ленины стихи И понял, что у Лени большой талант И поехал к нему Туда В часть В часть Познакомиться Они познакомились И через минуту подружились И как говорила Верлена Львовна Они вцепились друг в друга И так до конца жизни Были вместе Правда? В нашем городе Леонид Завольнюк Не только впервые состоялся как поэт Но он начал писать песни И сотрудничал с местными Амурскими композиторами Я предлагаю начать наш концерт С песен Которые написаны в соавторстве С амурскими композиторами Послушаем Конечно Амурскими композиторами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В Лёниных стихах, как говорил Саульский, заложены музыкальные какие-то вещи, из которых потом получались песни и у Френкеля, и у Тухманова. Но подружился Лёня в Москве только с одним Саульским. Вы знаете, вот прозвучала песня «Партизанские тропы». Мне сразу вспомнилось, что недавно было 9 мая, 70 лет Великой Победы. Я хочу, чтобы мы со всем вместе с залом поаплодировали нашим ветеранам, которые подарили нам эту светлую сегодня мирную жизнь. Давайте ещё раз всем поаплодируем. Зима – прекрасное время года, которое дарит много праздников и хорошего настроения. Только зимой «Тембербанк» предлагает вам открыть вклад «Зимний хит». «Зимний хит» от «Тембербанка» – это вклад с высокой процентной ставкой, возможностью досрочного расторжения и ежемесячной выплатой процентов. Информация по адресам улица Шевченко, 28 или Чайковского, 7, телефон 220-506. Любимый вклад в любимом «Тембербанке». Добрый вкус и богатый аромат мясных изделий от компании «Романов». «С любовью делается, потому ей так вкусно». Леонид Завольнюк. Возвращение. Памяти поэта посвящается. Кто-то улетает, кто-то остаётся. Не бывает, чтобы улетели все. Что-то увядает, что-то создаётся. Яблоко на ветке, спится в колесе. 1 апреля создаётся шутка. 5 апреля в сумрачной тайге создаётся бурый маленький мишутка и с восторгом скачет на одной ноге. Создаются луны, создаются лоси, создаются беды, создаётся смек, создаются люди и приходят в гости. Создаётся что-то важное для всех. Кто-то улетает, кто-то остаётся. Не бывает, чтобы улетели все. Потому так щедро майский день смеётся. Мне и вам. И этой взлётной полосе. Кто-то улетает, кто-то остаётся. Леонид Завальнюк много раз из Москвы прилетал в Благовещенск. Прилетал к кому? К другу, да, к Гофману, Марку Либеровичу. А вот правда, что из Москвы он постоянно с ним созванивался, постоянно был на связи? Нет, он просто звонил ему показать всё, что он сделал. Прямо по телефону читал стихи? По телефону читал стихи. Так это же бешеные деньги. А вы понимаете, если бы я на это жалела, он меня бы бросил. То есть вот эта связь с Благовещенском... Её нельзя было разрезать. А вы не ревновали к Благовещенскому? Нет, ну как можно ревновать к Музе? Муза есть, Муза. Может быть, он первый, у которого Муза не женщина, а город. Может, он как раз первый. Давайте немного посмотрим, что Леонид Андреевич сам думал о своей известности Благовещенске. У вас бывает, как у Пушкина? Айда, Леонид Завальнюк, айда, сукин сын, вот, довольный так, что... Бывает, но то, по поводу чего я восклицаю, «Айда, Завальнюк, айда, сукин сын» не всегда приводит в восхищение моих поклонников, друзей, и главного из них Марка Гофмана. Почему? Ну вот я говорю, Завальнюк, сукин сын, а он говорит, да, ты сукин сын, но в худшем смысле этого слова. Я никогда не ощущал себя известным человеком. Я вообще считаю, что поэт или пишущий человек, вот пока он пишет стихи, он поэт. Как он перестал писать стихи на время хотя бы, он уже не поэт, а просто гражданин, человек, там, все что угодно. Понимаете? Вот, поэтому пишу я в основном или писал Благовещенский. Вот Благовещенский я и чувствовал себя, да, известным человеком. Вот так. О, по-моему, к нам гости. Сейчас посмотрим, кто бы этому был. Вот так вот. Привет, Наташа. Привет, надо было уехать. Варвара Арбузова, дочь известного драматурга Алексея Арбузова и супруга известного режиссера Савы Кулеша. Большой друг семьи. Сюда, пожалуйста. Большой друг семьи Леонида Завальнюка. По жизни это моя лучшая подруга. Мы с ней дружим уже больше 50 лет. А с Завальнюком? А с Завальнюком? Завальнюка, я знаю, уже в этом году будет 60 лет. Ох, ничего себе. Да, уже было 60 лет. Я его знала до Наташи. Присаживайтесь, Варвара Алексеевна. Мы сейчас тут чай, у нас скипит чайничать. А моего мужа Наташа знала до меня. Вот так вот. Пары должны были по-другому соединиться, по-моему. Ну, садились. Чего нет? За мной Варин муж никогда не ухаживал. А Лене Варька нравилась. А когда Завальнюк начал ухаживать, у вас был жених, между прочим. Ну... Был же у них. Вы знаете про него? Он был граф и князь. С одной стороны граф и с другой князь. Ну, это в смысле условно было? Не-не, настоящий. Да ладно. Да, из каких-то там... Да? Зашипел. Чай. Зашипел. И Наташка еще сначала вроде бы колебалась, но влюбилась. И она, конечно, в Леньку просто страшно на всю жизнь. И это было необсуждаемо. Ну, так делала вроде вид. Ну, не знаю. А мой муж всегда говорил, да зачем тебе нужен этот князь граф? Ну, он же человек из папье-маше. А Леня – это глыба. Хотя ее не надо было убеждать совершенно. Она сама все увидела. Да. Увидела и бросилась. И бросилась. У Лени был стержень. У него был очень сильный стержень. Внутренний, который ему, наверное, дал Бог. И жизнь трудная в детстве. Поэтому... А я не знаю, был ли у меня стержень. И я за его стержень утопила. Скажите мне, дамы, вы присутствовали при рождении стихов? Как вот это сие таинство поэта происходило? Это сияющие глаза. Это абсолютно не замечает меня. Даже Варька придет, не заметит. Да, совершенно. Но когда он кончит, он сказал, Наташа, иди, слушай. Вы были первой слушательницей. Я была первой слушательницей. Но все дело в том, что он в этот момент все время стремился уехать в Благовещенск. Сегодня каждый раз. Но после этого он звонил Марку, даже когда он был в Москве. Но сначала вам читал? Вообще сначала. Отлично. А кому еще? Вы знаете, он боялся, что я обижусь, что он прочет Марку раньше, чем мне. А вот вы, ну как вот, чисто на человеческом уровне вы могли оценивать его стихи? Ну вы же не… Марк, да, он интеллектуал, он редактор по жизни. Понимаете, вы за людьми… Вы ученый-математик, вы в цифрах? Нет, во-первых, математики занимаются не цифрами, а топологией, функциональным анализом, совсем другими вещами. А цифрами занимаются школьники. Ай, какая прелесть. Понимаете, я чувствовала, живой стих или неживой. И Леня был часто со мной согласен. И он писал об этом. Только ты, моя хорошая, знаешь мертвый стих или нет. Вот. А Марк смотрел, движется ли Леня вперед. Марк много смотрел. Марк смотрел глубину стихотворения. Вот этого я уже не видела. А вы первые слышали стихи? Слышала. Слышали? Да, иногда бывал. На даче он просто уезжал, мы его там оставляли в переделке. У него была комната, комната Леня. Ну, когда там не было Наталья Марковна, вам читал первой? Нет, читал только когда Наталья Марковна была. Вот так. Вот только так. Это правильно. Наташа набирала телефон, говорит, Варя, ты готова? Леня будет читать. Для меня это было счастье. Почистов всегда я одобряла. Мне безумно нравилось. И как-то у меня день потом строился совершенно каким-то другим счастливым способом. Вот я услышу Ленины стихи. Все, день удался. Вот видите, даже сигнал дает. Услышал Ленины стихи. Это правда. Чайник закипел. Пошел с ним. Но иногда мы с ним спорили. Но это было очень редко. А иногда, когда он писал стихи, и мы все были на даче, он на меня злился, мог что-то такое мне сказать. Потому что он был весь в какой-то растерзанности, в ожидании чего-то. Будет, не будет. Придут стихи, не придут. Но Наташка это лучше чувствовала. Я все-таки... Я не знаю. А где же эта штучка? Заминка. Я не знаю, как его наливают. Но у нас же телесъемка горячо. Не, я тоже не знаю. Какой-то странный чайник. Синя, а как его наливают, скажи нам? А мне одной заварки. Так. Компания «Алмаз». Ей, одной заварки, а не мне. А, так. Да. Вы знаете, я предлагаю, пока у нас разбираются, как наливается чайник, предлагаю послушать вот это самое таинство рождения стиха. Заслуженный артист России Роберт Салахов прочтет это стихотворение. Вот так, вдруг, как приступ удушья, однажды приходит его черед. Я отдаю ему свою душу, и он эту душу себе берет. Все, что прожито, все, что нажито, все, что выстрадал и что берег, с этой минуты становится нашим. И он тепло моей крови берет. А потом его голос нальется медью. И судорогу ритма пропустив по складам. Он потребует больше, чем я имею. И я свое завтра ему отдам. А когда он уйдет по утренней свежести, в честь нового рождения, зажигать звезду. У меня на друзей и друг не хватит нежности. И я мимо женщины без волнения пройду. И снова буду разбиваться на рифах своих упований и чужих грехов. Такова по всегдашним кровавым тарифам номинальная стоимость Живых стихов. Вечная заря Репи замерзают и моря С той поры, как мы с тобой не вместе. Май не отличить от декабря. Май не отличить от декабря. А там Ты ждешь меня где-то, а там А там Когда-нибудь На тыльной стороне Луны печальницы или иного диска Вдруг обнаружится Истлевшая записка Тобою адресованная мне Ученым расшифрованная так Что кроме нас никто слова не свяжет Она нам неожиданно да скажет все то Что утаил житейский серый мрак И мы поймем Что много тысяч лет Меняя облики мы шли К моменту встречи Сквозь накопления памяти и речи Сквозь миллиарды радости И неизбывных бед И мы поймем Что в доразумной мгле А может даже раньше мглы Оно уже звучало То двоединство душ людских То странное начало Что мы зовем Любовью на земле АПЛОДИСМЕНТЫ Тема лилики, тема любви Наверное одна из основных Линий в творчестве Завольнюка Знаете, глядя на вас Его можно прекрасно понять Спасибо Я должна просто добавить Что это была необыкновенная пара Это была необыкновенная любовь Когда Наташка заболела То Леня не знал Как ее как-то привести в себя У нее была депрессия Когда умерла ее мама любимая И Наташка как-то лежала дом Ничего ее абсолютно не интересовало К ней можно было приходить Не разговаривать Она ни на кого не обращала Никакого внимания И Ленька рисовала ей Маленьких зверюшек Собачек, кошечек Вот он ей показывал И она начинала улыбаться И депрессия проходила Да, и депрессия И она прошла без врачей Без каких-то Но она прошла Он своей любовью И ее как-то возродил Генеральный партнер проекта Ювелирная компания «Алмаз» Стихи – жемчужины мысли В обрамлении золота фраз Дарите истинные ценности Компания «Алмаз» Дания дома не покидает Любой разуме не покидает Как песня сердца Не покидает на свесла Не знаю, как с чайником Сейчас произойдет или нет Хочу радио включить Заработала Маму, вечер добра Ой, знаменитый украинский голос Нина Матвиенко Помните? Помните? Нина Матвиенко Еще чуть-чуть, пожалуйста, дай Я хочу чуть-чуть послушать Потрясающий голос Да ты не ешь, я зови, я мы слеза Куда, куда, куда-нибудь года Зачистится членка и пара и звезда ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ